Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! И последняя оговорка, дорогие друзья, у нас идет формат беседы. Это не интервью Майкла Мелехова, Андрея Бухарина, у которого есть свой сайт, естественно, «Рассвет Сириуса», где вы можете пойти и услышать его вживую, в записи, сколько вам захочется. У нас идет разговор, у нас идет беседа. Конечно, большая часть времени Андрей отвечает на вопросы и сам рассказывает. Ну, а я пытаюсь соответствовать, будем так говорить. И имейте в виду, что я немножечко в теме, так что на всякий случай. Андрей, здравствуйте! Здравствуйте, Майкл! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, Сангейс Радио! Да, ну, мы действительно не встречались с вами достаточно давно. Это связано с тем, что последние две недели в Соединенных Штатах это, ну, во-первых, Рождество, Крисмас, ну и Новый Год. Естественно, и в это время люди обычно уезжают в отпуска. Имеется в виду, американцы очень интересные люди. Вообще-то, Соединенные Штаты это не просто страна, это чуть ли не другая планета. Тут все по-другому. Могу сравнивать, проживший 40 лет с бывшим в Советском Союзе, и здесь 25. Поэтому могу вам сказать о том, что вот эти дни, они очень и очень такие тихие, будем так говорить. Ну, вот, все прошло, все, слава Богу, закончилось. И давайте мы с вами поговорим о том, что произошло за это время. Уходящий год у нас был, ну, ничего такого, самое главное плохого не произошло. Начало Нового Года тоже не ознаменовалось. Ну, были, конечно, всякие там негативные вещи. Да, действительно, было много чего здесь было негативно. Такого глобального, как вы, собственно говоря, и прогнозировали, не было. Вам слово. Благодарю, Майкл. Ну, во-первых, я хочу поздравить всех радиослушателей СНГС Радио с наступившим новым 2017 годом. Пожелать крепкого всибирского здоровья, счастья, гармонии, любви, благополучия, духовного роста. В общем, чтобы все было мирного неба над головой, чтобы, ну, наилучшие теплые пожелания. Что... Как говорится, сибиряки очень здоровые люди. И я сам, скажем так, наполовину сибиряк. Вот, поэтому, скажем так, знаю, о чем я говорю. Да и по вас видно на секунду. Лютые морозы по 45 градусов. А вы знаете, вставляя свои там несколько копеек, я хочу сказать вот что. Ну, мы об этом, кстати, немножко упоминали и будем еще говорить в наших программах. Я думаю, это будет интересно нашим радиослушателям, несмотря на то, что это говорил, опять же, я, Майкл Мелехов. Ну, дело в чем. Когда-то, когда-то в Сибирь, на самом деле, ссылали, это было место неподготовленное, что ли, для жилья. Ну, действительно, морозы, действительно, суровая жизнь, действительно, климат очень и очень тяжелый. Но вы знаете что? У меня есть достаточно много людей, с кем я контактирую, причем очень серьезных людей, очень реализованных людей. Ну, вообще-то говоря, по прогнозам, ведическим, будем так говорить, прогнозам климата, климат будет меняться. Он уже меняется на всей планете. Более того, полюса, которые, как мы знали, менялись в свое время, 26 тысяч лет, скажем, прошло, и был даже всемирный потоп из-за этого дела, опять меняются. Так вот, вот этот человек, с которым я беседовал, не буду называть его имя, он собирается, ну, в какое-то время, в ближайшее, перевозить свою семью в Сибирь. Почему? Потому что в Сибири будет совсем другой климат. Более того, есть такой Майкл Скеллион, мы об этом тоже немного говорили, американец. У него есть карта. Это была карта сделана к 2000 году, где изображено то, что произойдет после, как он называет, опять же, всемирного потопа. Ну, всемирного, не всемирного, но каких-то вот таких действительно серьезных изменений, где самое безопасное место в России, мы сейчас говорим об этом, это, да и чуть ли не во всей, ну, это же не только Россия, правильно, это и Европа, будет Сибирь? Как вы к этому относитесь? Ну, я отношусь к этому нормально, я карту Скеллиона видел, вот там, по затопленным территориям, ну, что хочу сказать, человечество переживало не один, и не два, и не десять, гораздо больше, на мой взгляд, таких семерных катастроф. Есть масса свидетельств этому, есть масса людей, кто занимается исследованием как раз послепотопной, причем, ну, послепотопной истории человечества. Причем, не обязательно вот такие сроки длинные 26 тысяч лет назад, а как более прозаически, там, 300 лет назад, да даже Пушкиным описано наводнение, вот когда этот Санкт-Петербург был там, ну, он очень наводнен, но здесь, когда, помните, там, крабы и плыли, ну, там, медный всадник, только там его голова была видна, или что-то в этом духе. Так, интересные архивные данные того времени, что именно в то время подобные наводнения были везде, то есть, некое общее повышение уровня океана было такое, что оно вызвало во всех городах, Соединенных Штатов, Америки, Европы, России, вот такие наводнения, которые описаны Александром Сергеевичем Пушкиным. Ну, это отдельная, как бы, тема такая, просто я к тому говорю, что это, возможно, отголоски, потому что не сразу отголоски той какой-то мега-катастрофы, которая была, по некоторым данным, около 300-400 лет назад, то есть, понятно, что, вот, как ванную, если раскачать, ну, там, даже просто хотя бы в ванной, то волна не сразу успокоится, она будет, как бы, вот, ходить туда-сюда, также и на Земле, мировой океан, это огромный водоем, если предположить, что в него плюхнулся, там, какой-то метеорит, астероид крупное, тело небесное, то это не значит, что прошла одна волна, и опять океан тихий стал. То есть, там эти волны будут отражаться от берегов, опять дальше, ну, с более слабой, возможно, амплитудой, но они, возможно, десятилетиями даже будут, как бы, вот такие, аукаться еще, где-то синергией проходить, где-то, ну, резонанс какой-то. Ну, это не столько астрологии, сколько такая наука, какая занимается этим делом, если так правильно ответить. Но, извините, даже не землетрясение, это что-то такое, катастрофы какие-то, вот, с этим связано. Маринистов каких-то надо спрашивать. Ну, понятно, хорошо, ну, давайте поближе в наше время все-таки перейдем. Вот наши территории, наше время. Первая неделя января, чем была ознаменована, что произошло? Ну, спокойное время, как и предполагалось. То есть, вот, обострение как раз произошло вот в те пять дней перед Новым годом. Помните, с 18-го, 19-го где-то мы там вот этот, как раз там и самолет упал, и на Донбассе там обострилось отношение военное. Еще, наверное, что-то было, я уже так не помню. Ну, в общем, все, что... А, тут этого посла убили в Турции. То есть, это все в эти дни было. Ну, посла Российской Федерации. То есть, и все. А потом тихо. Январь, в общем-то, предполагается тихим месяцем. Таким благоприятным, гармоничным, без крупных катастроф каких-то, или там телодвижений, скажем. Вот, февраль, там будет затмение, он будет кризисный. То есть, он будет радикально отличаться от января. Ну, в январе, как раз, можно сказать, поздравить, наконец-то закончился ретроградный Меркурий. Вчера, 8 января 2017 года. И все, что, скажем так, стояло везде, это не только остановка была, скажем, с праздничными дни связана, но с ретроградностью Меркурия, потому что, ну, так ничего не делалось, как правило, в эти дни. Все останавливается. Сейчас уже, особенно с завтрашнего дня, с 10 числа, можно, скажем так, двигаться хорошо. Там хорошие аспекты Луна дает. Актуальные практически весь день. Так что растущая Луна. В общем, хороший аспект между Марсом и Плутоном. То есть, хорошо, крупные дела. Делать. В общем, жизнь пробуждается после новогодней спячки. И часто, кстати, вот сейчас, когда ретроградный Меркурий был, люди, у которых Меркурий имеет сильное значение, в частности, солнечные близнецы, деревы, вот могли иметь проблемы, в том числе по здоровью. То есть, вот, ну, потому что это планета, которая, кстати, часто вот в торговле биржевой, Меркурий в роли планеты, она такая, ну, скажем, быстрая, как бы не совсем значимая в каких-то там глобальных делах. Но она именно влияет очень сильно на такие периоды мышления, реакции, скажем, умственной. И я вот, скажу, я вот книгу писал, эти, на ретроградном Меркурии, все, что писал, все переписывал. Потому что все не так, как-то, то от конца вывод делал, к началу, то не то, вообще ошибся просто. И потом, короче, заново надо все писать. Вам же, ну, не все, но, по крайней мере. Вам же и карты в руки. Что же вы впишете-то? Ну, хотелось как-то заполнить время, но ты думаешь, что ты как бы сильнее там звезд вышла, а мозги не так, мы не так думаем в это время. Так вы звоните, вы звоните, мы, я вам, я заполню время с вами. Если ничего будет делать. Человек, потом, почему, договоренности не рекомендованы в это время какие-то, ну, скажем, контракты подписывать и так далее. Потому что они будут, как правило, вот после 8-го числа изменены. Потому что люди будут, ну, скажем так, думали на ретрофазе по одному, как бы, одни имели выводы на предмет обсуждаемый какой-то, а когда фаза поменялась на директную Меркурию, у обоих сторон меняется точка зрения. Вот, поэтому разумно просто подождать и когда нормально мозги начнут работать у всех, и поднимать, скажем, ну, в общем, какой-то деятельность, переговорно вести. Да, но у нас сейчас есть проблема с Сатурном. Точнее, у него ца с нами нет, у нас с ним, да? У мутабельного креста, скажем так, у всех, у кого... Поясните. Это кто мутабельный крест? То есть люди, у кого даты рождения либо важные планеты находятся в близнецах, деве, стрельце и рыбах. Ну, я имею не восточную систему, а именно западную систему знаков зодиака. То есть от равноденствия весеннего. Тропическую систему. Тропический. И тропический зодиак, да. И проблема в том, что Сатурн, планета порядка дисциплины, контроля ограничений, она идет по... Ну, как он движется по одному знаку два года и три месяца в среду. Он... Воспринимайте его как учителя дисциплины, порядка ограничений, ну, вот, как бы вот строгости. Причем строгого учителя, потому что он формирует напряженные аспекты позиции квадратуры. Но по стрельцу, за исключением для стрельцов выраженных, опять же, не солнечных, а я имею в виду, что там может быть Луна, особенно у женщин, если важно. Могут быть другие планеты. И Сатурн по этим планетам, скажем так, упорядочивает, ну, скажем, жизнь нашу. Либо ограничивает как-то. Вот для стрельцов еще, как бы, такая процентов на 30 позитивная бывает, то есть конструктивная тема, он дает порядок. Но для остальных это напряженный период, который, как правило, описывается, особенно если поражается солнце, а солнце – это наше здоровье, то есть это кто родился физически, в этих знаках имеет солнце, то надо в это время, скажем, снизить рекомендованно физическую нагрузку, потому что трудно в это время действовать, ограничения идут, опасно. Ни в коем случае не нарушать законы, ну, вообще их, в принципе, не надо нарушать, но в это время маленькое, скажем так, нарушение чревато большими наказаниями. То есть, как бы, не совсем адекватно, я бы даже сказал, ну, скажем, наказание за то, что человек, условно говоря, там, нагрешил на рубль, а наказание получил у нас тоже в блее штраф, да? То есть, вот, привязительно так. Поэтому он будет идти до конца года еще, то есть, вот он, когда выйдет из Трельца, то есть мутабельный крест, все вот, кто родился в мутабельном кресте и имеет важную планету, это у нас будет когда? Сейчас, я тут подготовлено было. Глянем. Ага, вот он. 20 декабря 2017 года Сатурн из Трельца входит в Козерог. Вот начнется урок такой, кризисный для кардинального креста, тех, кто рожден, имеет важные планеты в Овне, Раке, Весах и Козероге. Ну, в Козероге, опять же, так как там аспект соединения, то это не значит, что все так, ну, совсем все отниматься там как-то будет. Там процентов, скажем так, я так ставлю обычно, соединения процентов 30 от Сатурна, они позитивные, конструктивные идут. Вот. Ну, это не значит, что другим плохо, как бы, земной стихии будет наведение порядка, очень такого, помощь от Сатурна, описывается исполнительная власть, чиновники, то есть все те, кто нас как-то контролирует, и телецам и девам будет помощь идти вот в течение двух лет, ну, и 30% Козерогов, например, от вышестоящих каких-то таких государственных органов. То есть в это время хорошо решать вопросы, связанные с, ну, если кто имеет какие-то взаимоотношения. Вот. Поэтому Сатурн такой строгий учитель, дисциплины, порядка, роптать на него не надо, надо просто понять, что пришло время учиться вот этим урокам, а мы здесь на земле, находимся на обучении, и просто принять это как данность, что два года и три месяца будет идти длиться этот урок. Понятно. Андрей, у меня есть такой к вам что ли вопрос, а так будет в виде мнения. Я хотел бы узнать ваше мнение. Дело, есть несколько моментов с последними событиями, которые все-таки происходят в Соединенных Штатах, и прогнозы тех же самых ваших коллег-астрологов. В одном из проектов, в котором я участвую, это интернет-телевидение Чикаго, я сам рассказывал, ну, я, скажем так, передатчик информации, я не прогнозирую, и был такой факт о том, что и вы говорили, и другие астрологи говорили, о том, что опасно в канун Рождества, в воздухе особенно, опасно будет происходить какие-то, могут происходить какие-то негативные события, вплоть до крушения. К сожалению, этот прогноз оправдался, это и речь идет о падении российского авиалайнера, и через три дня после этого, вот как это был такой, скажем, я в этом проекте участвовал, еще раз был записан ролик такой, который собрал к этому дню, а это полторы недели всего прошло, где-то порядка сорока тысяч просмотров, то есть довольно много. У меня к вам вопрос, но опять же, это все очень неоднозначно, опять же, к этому относиться, есть же, скажем, ну по статистике 97% людей, они вообще не верят ни в астрологию, ни в предвидение, ни в предсказание, они, ну, не верят и все, и поэтому они имеют свое мнение, и вот разделилось, скажем, как всегда у нас часть аудитории верит, часть аудитории не верит, как вы считаете, практически, ну вот, есть такой прогноз, ну давайте не будем все летать, так что, тогда все самолеты, нет, нет, это все индивидуально, ну во-первых, скажем, гораздо опаснее ездить на автомобиле, то есть если статистику брать трагедии, которые происходят, то сколько погибает только в одной России, насколько мне известно, 30 или 40 тысяч человек ежегодно гибнут, вдумайтесь, вот если бы столько билось бы на самолетах, не дай бог, то есть, что бы это было, уже бы запретили бы эксплуатировать, наверное, самолеты, а здесь все опять же, просто, ну во-первых, известные лица летели, во-вторых, как бы, ну, падение самолетов, это относительно автокатастроф, это всегда более редкое явление, но надо индивидуально смотреть, потому что, естественно, в это время был актуальный аспект от Юпитера, позиции к Урану, 180, то есть он сам по себе считается, как дальние поездки Юпитер, скажем так, имеют некие препятствия, либо опасности при эксплуатации уранического, скажем, темы. Уран, это, ну, самолеты, вот, и, ну, это так совпало, что этот аспект наложился, видно, на гороскопы тех, кто разбился, это, по-другому, кстати, это и быть не может, но те, кто не верят в этот, это их, как говорится, точка зрения, здесь вообще разговор, не вера или не вера, это не религия, чтобы здесь верить, не верить, это математика, это знание, это просто надо повышать свою уровень, образования, изучать эту науку и проверять, и все, потому что есть, ну, полно статистических данных, которые можно, ну, если так вот, подбирать по астромедицине, например, когда, например, определенные люди, кстати, в определенные, кстати, это официально даже наука подтверждает, что определенные месяцы рожденной люди, как бы, болеют, ну, как бы, больше одного типа у них органы больные, ну, условно говоря, у львов, как правило, слабое звено, это сердце очень часто, у органов голова, то есть, это не выдумки, это берутся там, грубо говоря, выборка миллион человек, и когда, скажем так, какой-то очень значимый процент, ну, скажем так, болезней доминирует над другими, то это уже не случайность, тут уже, верю-не верю, но какая-то закономерность присутствует, вот, поэтому, я, я согласен, естественно, но с точки зрения, вот, ставля себя, ставя себя на другой, вот, скажем, в другой лагере, я мог бы возразить, то, что летят, особенно, если там большое количество пассажиров, в общем-то, все знаки зодиака, и, наверное, вряд ли была какая-то статистика, после всех погибших, брали всех, проверяли, какой знак зодиака, рассчитывали гороскопы, и сделали такое, хотя было, кстати, неплохо, и делали такой вывод о том, что все, которые полетели в этом самолете, они были предрасположены к тому, что самолет может разбиться. Ну, во-первых, если бы не было бы соответствующих астрологических показателей, не было бы трагедии, это раз. Во-вторых, когда вот такие групповые трагедии происходят, как правило, существует такое, сказать, композит, то есть, гороскоп, средний арифметический гороскоп всех погибших, и в этом композите, как правило, есть среди всех пассажиров, кто летит, членов экипажа, как правило, выделяется некое ядро, которое очень похоже, где-то даты рождения у них очень близко. Например, когда была трагедия такая известная в России, затонул, где же это было, в Башкирии, кажется, корабль на озере прогулочный, и там погибло более ста детей. Но вот это несколько лет назад такая известная трагедия была у нас. И даты рождения опубликованы были погибшие. Кстати, довольно часто опубликуют, ну вот кто там, особенно детей, чтобы как-то их там развещать, то оказалось, что из ста человек тридцать шесть рождены в один день. Вдумайтесь в это. Вот вы говорите случайно. Тридцать шесть, то есть они мало то, что ни одного знака, они там солнце практически не я говорю. Я из того лагеря говорю. Да, поэтому надо перед тем, как тому лагерю, скажем, такие выводы говорить, надо опять же взять и изучить предмет. То есть хотя бы взять статистику вот именно тех же, кто, к сожалению, говорю, тема такая, она, у меня есть знакомые, у меня есть даже ученики, чьи там знакомые погибли, например, в самолете, который вот в Египте упал, а в этом самолете, который погиб сейчас, вот этот, у меня даже есть соседка, ее одноклассник там летел, ну он там музыка, этим артистом был, который, ну там же это целый ансамбль какой-то погиб, вот это Александрова, То есть это трагедии не такие какие-то вот там неизвестно кого, если так копнешь, так оказывается кто-то с кем-то знаком был когда-то там, то есть это близкие люди, с которыми годы жизни были как-то совместно шли, и вот так говорить об этом, тема такая деликатная, какое-то посредственное событие, ну лично мне не то, что даже сложно, как-то может быть не совсем комфортно, я мы как ради науки здесь исследуем, да, не то, что Андрей, мы даем на этом канале, кстати, дорогие друзья, я хочу напомнить о том, что кто хочет задать в прямом эфире вопрос Андрея Бухарина, у нас есть скайп сангейтс 1.08 мы об этом говорим и предупреждаем, и говорим это только в связи с тем, что человек, есть поговорок, то предупрежден, тот вооружен, поэтому прежде чем предпринять какой-то шаг, надо посоветоваться об этом, мы говорим в центре сангейтс, в общем-то, не только в беседе с вами, а мы говорим это во всех беседах, потому что это именно информация, которая может принести знания и предотвратить вот такие вот вещи, но говорить надо, это я могу сказать еще, есть, скажем, ну, сторонники одной гипотезы, почему это происходит, но это совсем не материальная вещь, вот, давайте, мне хотелось бы знать ваше мнение, не обязательно падение самолетов, любые катастрофы, землетрясения, есть такое мнение, то, что люди, которые, ну, к сожалению, понятно, погибают, или, которые, получая серьезные, может быть, увечья, в каких-то катастрофах, это все карма, то есть, что происходит в момент, когда, ну, к примеру, гибнет авиалайнер, все люди, которые находятся на борту по каким-то причинам, совершенно непонятным, это не материальные вещи, естественно, они собраны там только для того, для одной цели, чтобы получить действие, получить следствие того действия, которое они уже, скажем, делали. Я говорю, фантально, коллективные события, соглашусь, они очень фатальны. и более того, есть даже не просто, там, самолет, или там, есть где, события, в которых уносятся жизни тысяч людей, десятков тысяч людей, сотен тысяч людей, и это очень и очень деликатная тема, это, мягко говоря, деликатная тема, если говорить об этом, то ополчится там чуть ли не весь мир, как это так, мы об этом говорим, это... Поэтому эта тема публичная, в общем-то, особенно и не должна быть, это исследование, такие должны быть, скажем, закрытые, я так склоняюсь к этому, где-то в закрытых астрологических группах, где вот даже не публичных, потому что она необходима, кстати, тема, но она не публичная. Все правильно, поэтому мы... Я хотел бы, Майкл, добавить вот к тому, что вторую, продолжить часть, вот к этому, что вот вы сказали, когда собирают людей, так есть люди, кто мистически не попадают на эти рейсы, и есть вот, например, сколько-то там, несколько человек из этого ансамбля, который вот, кажется, ансамбль Александрова, если... Ну, поправьте, если я не ошибаюсь, кто там... Мне трудно, я все-таки на этой территории, которые погибли там, так там несколько человек не попало на рейс, например, там у человека паспорта какие-то, в паспорте проблем, или паспорт не получил, или забыл паспорт, короче, его не пропустили. Это известный... То есть, он живый остался, то есть, это вот не судьба. То есть, сделать... То есть, вроде бы, краткосрочная такая досада была, ух, елки-палки, паспорт там куда-то что-то делал, не успел, а когда глобально смотришь, так уже думаешь, а как это мистически происходит, и таких примеров, когда... Примеров очень... ...как застревает, не успевает на самолеты, просыпают просто, надо лететь, а он проспал человек этот рейс, значит, не судьба. То есть, здесь такое дело, что нервничать не надо, то есть, надо, так пришло время. Да, это то, что называется сигналы, было много примеров, я их... Да, я даже знаю тоже таких людей, которые, ну, скажем, лопались драгоценные камни, там, к примеру, то есть, вот, в момент... Знаки, чуть ли не покупки, да, это знаки, да, это знаки, покупки, там, путевки, куда-то, вдруг падает с шеи, там, у женщины, скажем, колье, ожерелье, и разбивается, раскалывается, то есть, ну, хорошо, она разбирается в таких вещах, она падает прямо туда, вот на этот, где уже билеты выписываются, представляете, на стол. и, да, она говорит, все, я не лечу, те говорят, да, это все, это ерунда, ну, агенты, ну, вы знаете, что разбивается самолет, это, это, не один такой случай, то есть, это те сигналы, которые мы не воспринимаем, не надо эти сигналы знать, для этого мы, в принципе, и говорим, мистические знаки, я бы их так назвал. Да, да, единственное, что мы, к сожалению, не можем воспринимать их, мы просто не знакомы с этим. А вот это, вот если можно, Майкл, я вставлю, как раз и говорит о том, что надо держать, скажем так, глаза и уши открытыми, то есть, знаки всегда идут, то есть, но у них приоритетность такая, как бы, от слабого намека к грубому, вот помните, когда мы Александра Сергеевича Пушкина рассматривали, вот я часто пример привожу, когда он уже был ранен, тяжело после дуэли с Дантесом, он писал письмо царю, и, кажется, Александру, там уже забыл, какой номер был в то время, и он ему что говорил, он каялся, что прощения просил, что он нарушил его просьбу не стреляться. То есть, в данном случае, это уже знак, ну и, как я уже говорил, последнее китайское предупреждение было, прямым языком, не каким-то там перстень, там что-то камень раскололся, или что-то конкретно сказано, то есть, главное, выше царя уже, там никого нет, ну, на то время, это, кто более влиятельный, авторитетный, там мог быть в той стране, ну, в то время, это самое, скажем, прямым русским языком сказано, без намеков, без, ни во сне, ни в каком, в здравом уме, ясной памяти, и все равно, человек идет, и нарушает, то есть, это, и тогда появляется данный тест, скажем тогда, потому что знаки всегда идут, то есть, надо быть просто более чувственным к этому, и видеть это, и, а если, когда они открыты, чистым языком, то просто, гордыни унять над своей, да и все. Вы знаете, наш, наш современник, классик, Михаил Михайлович, как-то сказал, что человеком не делая, он все равно ползет на кладбище, знаки не воспринимает. Соглашусь, вот это, я уже столько с этим, главное, более того, вы понимаете, вот если мы рассматриваем самолеты, такие, как вот военные, но там людям, как они могут отказаться, там приказ, там приказано явиться, и прилетят туда, и они исполняют, вот, кстати, у них выбора-то особо нет, то есть, когда человек идет в такую структуру служить, то есть, он как бы делегирует полномочия по принятию решений судьбоносных, ну, вышестоящим каким-то вот начальством, и он зависит от, ну, скажем, то есть, не он хозяин своей жизни, скажем, становится. Андрей, хорошо с этим знаком, у меня есть сын, который пошел служить, поддавшись пропаганде, защищать якобы родину, он стал морин, морин, это морская пехота, по-моему, да, по-русски, и пошел на войну, так скажем, поскольку просто так нам не служат, да, и выбрал свой путь, и как я ему не объяснял и не говорил, ну, в данном случае солдаты, они выполняют приказы вышестоящих командиров, естественно, поэтому, даже если происходит, ну, сразу скажу, все было благополучно, в принципе, я это и так знал, все было, прогнозы были все нормальные, но просто, это было очень неприятное, будем мягко говоря, время, быть на войне, сами понимаете, это все карма, да, карма это очень такая штука, Андрей, вы знаете, у нас есть вопрос, я благодарю наших радиослушателей, которые нам их задают, часто массовые трагедии происходят на срединные точки, расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Ну, да, на срединных точках, это точки между затмениями, то есть, мидпоинт, так сказать, другим языком, между датами затмений, причем между разными, между солнечными, ну, ближайшими, которые вот раз в полгода бывают, ну, не раз, там, скажем, они по два-три раза идут, вот сейчас в феврале будет два затмения, или затмения, которые были вот три предыдущие, там, 15 августа, 1 сентября, и, кажется, 14-го, А когда конкретно? А вот посередине их несколько возникает, Нет, затмения, затмения. Так вот, пожалуйста, затмения, как раз, вот были в девятом месяце, и сейчас будут во втором, где середина между ними, то есть, если так смотреть, это как раз, где-то вот этот период, декабрь месяц, то есть, оно здесь как раз, именно на середине, как правило, на серединных точках, серединные точки, они сродни, ну, скажем так, так это же имеет отношение к затмению, а затмение всегда фактор фатальности, то есть, фактор, когда, ну, не избежать событий, очень часто люди попадают в эти события, кстати, есть исследования астрологические, не мои, я вот даже не помню, ну, в общем, кто это делал, просто помню, что-то так на слуху, там действительно, там в большинстве своем, именно в такие даты попадают, помимо того, что у них показатели, у этих жертв, в гороскопах, опасность от перелетов, ну, условно говоря, там уран имеет отношение, там, как-то к восьмому дому, и поражает управителя асцендента, вот, то, ну, не только это, я не буду сейчас этой информацией узкой такой здесь и озвучивать, сам факт, есть астрологические показатели, и, мало того, эти люди, как правило, рождены в месяц затмения, то есть, вот, закономерность, между прочим, это как раз еще один ответ на тот ваш вопрос, который вы озвучили для скептики, есть исследования, что в основном гибнут в массовых катастрофах, вот такого, не обязательно в самолете, а именно в коллективных, скажем так, люди, которые рождены в месяц затмения, вот такова вот в большинстве случаев, я не говорю, что там все без 100%, подавляющее большинство, можно так же так сказать, процентов 70, под 80, ну, по крайней мере, эти исследования, а затмения бывают, как я сказал, раз в полгода, то есть, смотрите, какая закономерность, извините, это получается, одна шестая часть человечества, но если два месяца брать, полных из 12, это шестая часть, получается, одна шестая часть человечества, рожденных в затмении, имеет 80, 70, 80 процентов, жертвами являются в этих трагедиях, вот это очень выраженный показатель, это не значит, что кто рожден в затмении, тем следует бояться, ну, скажем, вообще не летать, просто надо знать, когда идет, во-первых, показатели опасности в гороскопе должны быть от перелетов, но бывают же катастрофы морские, например, то есть, это как в той поговорке, к тому, как она звучит, ну, там говорится о смертях разных, кому там не положено, условно говоря, утонуть, там, или сгореть, что-то в этом духе, то есть, у каждого свой путь, вот, и поэтому, вот, я имею в виду. Да, вы знаете, я вообще считаю, если идти еще вглубь, это довольно-таки парадоксальный, с моей точки зрения, взгляд на вещи, о которых мы сейчас говорим, поскольку все уже, так сказать, запрограммировано, и все там где-то вот, слои Акаши уже известно, и наши прошлые жизни, и наши будущие жизни, то смотрите, что получается, то есть, очень, как бы, еще раз, мы берем просто, как аксиому, вот человек рожден, не случайно он рожден, правильно, я как нумеролог, как, ну, астролог, да, он не случайно, фатально причем рождается, нет, я имею в виду, в определенный день, в определенное время, да, так вот, он рожден, с целью, еще раз, ну, когда-нибудь мы все умрем, только тот умрет своей смерти, тот умрет не своей смерти, правильно, так вот, это будет означать, что у него предпосылки есть, умереть, еще раз, это я, это не моя точка зрения, я ее не придумал, шансы у него гораздо больше, скажем, умереть, в какой-то катастрофе, если он будет там, скажем, где-то как-то летать, к примеру, то есть, вот то, что вы говорите, только от обратного идти, вы знаете, я хорошо разбираюсь, скажем, в таком предмете, как стакт-маркет, и я, у меня есть моя методика, которую я вообще нигде не видал, то есть, я прогнозирую вперед, что произойдет, исходя из того, что уже произошло, вот как вы прогнозировали, кстати, и брали дату инаугурации президента, а не дату, скажем, рождения, вот мне это больше нравится, то есть, мы идем вперед, мы учитываем то, что было в прошлом, но мы идем вперед, и смотрим, что будет в этот момент, вы понимаете, что я хочу сказать, или это довольно запутанно? Ну, я понимаю, но я хотел бы поправить, я дату рождения тоже беру, но как раз смотрим на дату инаугурации, скажем так. Не-не-не, естественно, да, естественно, да, то есть, мы берем прошлое, но мы это все экстраполируем на будущее, и вот имеется в виду, зная, это элементарно просчитать, зная, когда мы родились, то есть, прямо вот с момента рождения ребенка, то есть, родителей, имея какую-то информацию, которую, возможно, мы сейчас озвучим, могли бы задуматься, а что может произойти в будущем, и вычислить, ну, конечно, мы не можем там поселить там соломки везде, но, тем не менее, каким-то образом мы можем вот какие-то вещи попытаться хотя бы там спрогнозировать.